Да, в любом случае мы уже видим эффект от заявлений о нормализации отношений. И, конечно же, когда будут реализованы первые шаги, мы увидим последствия. В частности, это заявление Турции о том, что будет более интенсивно поддерживать Палестину. Турция является союзником Катара. У Катара и Турции есть претензии по отношению к Объединенным Арабским Эмиратам по ряду вопросов. Это мы видим другие региональные разделения. Опять же, позиция Ирана в отношении ряда стран, которые находятся на Аравийском полуострове. И, безусловно, это вопрос всей мусульманской уммы, как они отнесутся к новому признанию Израиля. Ранее Египет и Иордания признали это государство под давлением США. И мы можем считать, что данное соглашение, безусловно, является успехом израильско-американской политики в регионе. Потому что США нужен мощный партнер. Это на протяжении половины 20-го столетия это был Израиль в регионе. Конечно, США имели связи с рядом арабских государств, такие как Саудовская Аравия. И Саудовская Аравия, в принципе, опостредованно имели контакты с Израилем. Но, тем не менее, новый агент в регионе, который будет являться, собственно, проводником интересов Израиля, он, конечно, гораздо мощнее в экономическом плане, чем та же Иордания, чем тот же Египет. И, конечно, это будет серьезно влиять на переорганизацию отношений между арабскими и мусульманскими государствами. Безусловно, здесь мы видим очередную победу Дональда Трампа, и это он будет подавать как свою заслугу для внутренней повестки, для предвыборной кампании. Но, опять же, его советник и родственник Джаред Кушнер является явным агентом Израиля внутри Соединенных Штатов Америки. И то, что ряд про-сионистских и про-израильских организаций и корпораций, бизнесов США, они финансируют предвыборные кампании, как демократов, так и республиканцев, тоже должно учитываться в этом анализе. И, конечно же, они будут продолжать оценивать как победу Трампа и поддерживать его в дальнейшем, чтобы он продолжал отстаивать интересы Израиля. И недавний визит президента Сербии Александра Вучича также показывает очередную победу Дональда Трампа в этом процессе, потому что был подписан исторический договор между республикой Сербия и Косово, и одним из пунктов как раз значится, что будут нормализованы отношения, и даже перенесено посольство Сербии из Тель-Авива в Иерусалим. Но, с другой стороны, конечно, нужно понимать, что это долгосрочная стратегическая повестка Соединенных Штатов, она не связана с интересами того или иного президента. Они будут продолжать свою деятельность, потому что еврейское и израильское лобби, оно сильно на протяжении столетий. В начале 20 века, например, израильское лобби добилось того, что был расторгнут договор о торговле и мореплавании с Российской империей, потому что у них были свои причины на это, чтобы оказывать давление на правительство Российской империи. Теперь США, естественно, будут продолжать отстаивать позицию Израиля в дальнейшем. Поэтому, безусловно, повторюсь, это и победа Трампа, и победа про-израильского, про-сионистского лобби в Соединенных Штатах Америки. Это того, с какой позиции рассматривать перспективу. Пять лет, десять лет или двадцать лет. Для Бога, для Аллаха, например, и столетия может быть одним мигом, моментом. Поэтому, безусловно, если мы будем видеть, что отношения укрепляются между Израилем и Эмиратами, и какие-то другие государства начнут подписывать новое соглашение, мы увидим, что процесс идет, он активизирован и продолжается. С другой стороны, конечно, нельзя говорить, что это сделано в интересах всего народа Эмиратов, потому что в Эмиратах все-таки авторитарный режим, там всю внешнюю политику решают шейхи, так же, как и в других авторитарных режимах региона. В Саудовской Аравии там решают принцы, либо король. В Бахрейне также авторитарный режим. В той же Иордании это все монархии, поэтому не отражают действительную сущность, ценности и интересы народов этих государств. А то, что эти режимы могут изменяться, о чем свидетельствовала арабская весна, которая началась около десяти лет назад в регионе, что диктаторы могут быть сверкнуты, это, конечно, свидетельствует о том, что такие договоры могут быть недолговечны и могут быть пересмотрены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!